Нас строим детьми, чужой город, но здесь очень люди хорошие, нас сразу вот... Лишь на помощь хороших людей сейчас надежда у шестилетней Софии. Год назад вместе с родителями, братом и сестрой она приехала в Саранск из Душанбе. Уже здесь выяснилось, со здоровьем девочки что-то не так. Физические нагрузки ей вообще нельзя, плакать, прыгать, бегать. Она немного кушает, говорит, мама, у меня уже все, вот здесь болит уже. Уже раньше так не жаловалась, а сейчас вот часто-часто жалуется, не может спать. Всегда вот ложите, немного поиграю с куклами и все. Силу энергии и простые радости у Софии отнимает врожденный порог сердца. В Саранске девочка прошла все возможные обследования, лечилась медикаментозно, но... Все мы прошли, потом только сказали, что кроме операции ничего больше не поможет. Лекарства это временно, но каждый день по двое таблетки. Раньше было по три таблетки, таблетки она принимала. А сейчас по двое, когда в Пензу ехали, там лекарства поменяли, потому что уже говорят, что невозможно уже больше ждать. Операцию, которая необходима Софии, можно сделать и не где-то за рубежом, а совсем рядом, в Пензе. Ее наверняка уже сделали бы, будь девочки, российское гражданство. Одного лишь полиса обязательного медицинского страхования недостаточно. У нас 17 ноября позвонили, сказали, что вы приглашены в Пензу. Потом мы его отвезли туда, там все документы сделали, сделали заново рентген, там УЗИ, все сделали. Сказали, что, к сожалению, мы не можем вас бесплатно оперировать, потому что вы не граждан. То, что россиянам оплачивает ФОМС, не гражданке Софии, обойдется почти в полмиллиона. Сама операция, реанимация, стационар – 495 тысяч 900 рублей. Это если заплатить сейчас. В следующем году, возможно, будет дороже. Папа-строитель с работой сейчас трудно, так что собрать эту сумму своими силами вовремя точно не получится. Нужна помощь неравнодушных людей. Номер карты, на которую можно ее перечислить, вы видите на экране. Контакты мамы Муниры Хайдаровой есть в нашей редакции. Павел Степаненко, Константин Соколов. Наши новости.